Звучание колоколов еще называют молитвой в звуке. Ежегодно в начале сентября город Дзержинск Нижегородской области собирает лучших звонарей со всей России на фестивале «Антониевские перезвоны». Об особенностях праздника в репортаже наших коллег из телекомпании «Луч». В старину верили. Колокольный звон – не только призыв на молитву, это еще и лекарство для душ человеческих. Звук компанов звучал и в радостные моменты жизни, и в тревожные. Русские звонари на протяжении сотен лет развивали это сакральное искусство, создав десятки школ и направлений. В начале сентября в крупном промышленном городе Нижегородской области Дзержинске прошел фестиваль колокольного искусства «Антониевские перезвоны». Он собрал звонарей и музыкантов из Суздалей Самары, Нижнего Новгорода, «Ярославля». Но на сегодняшний день он перерос, все наши задачи давно уже. План один, чтобы это у нас было долго, если не всегда. Чтобы мы справляли и сотый фестиваль, и, может быть, двухсотый. Чтобы нас не будет, а фестиваль должен остаться. Все больше и больше людей приходит на этот праздник, и становишься светлей душой. Потому что всегда колокольный звон – это радость, это такое святое чувство. И недаром говорят, что колокольный звон, он лечит. Лечит душу, лечит наши сердца. Поэтому я очень рад, что в нашем городе появился такой праздник. На других посмотреть и себя показать – это, пожалуй, один из главных лозунгов фестиваля «Антоневские перезвоны». На протяжении года в рамках подготовки к мероприятию идет обучение звонарей. И фестиваль становится для них своеобразным выпускным экзаменом. У Сергея сегодня первое большое выступление. Он – выпускник школы колокольного искусства. Несмотря на столь юный возраст, звонарь уже удивляет своим мастерством более опытных коллег. Колокольная зона для меня – радость. Происходит в душе то, что она очищается от всех грехов. Когда я первый раз сижу в храме, мне стало интересно этим заниматься. Я начала дальше заниматься, учиться. Поначалу немножко было сложно, а потом я освоился, и все пошло нормально. В рамках фестиваля на нескольких площадках все желающие смогли узнать историю русского колокольного искусства, познакомиться с ремеслами, а также услышать традиционные музыкальные инструменты. Настоящим украшением фестиваля стало выступление суздальского гусляра. Уникальный инструмент буквально перенес зрителей в средневековую эпоху. У меня в руках гусли, выполненные так же традиционно, как делали русские всегда из елки. В единичном экземпляре сделан по моим эскизам. Сам расчерчивал я вот эти вот мензуры, детали. И они, подобные инструменты уникальны. Фестиваль Дзержинский давно перестал быть только лишь колокольным. Антоневские перезвоны – это праздник русского искусства и традиций. Именно здесь становится понятно всем. Нам есть, что показать. Нам есть, чем гордиться.